В эфире «Еда живая и мёртвая» – научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. На нашем сайте www.eda.show непрерывно принимаются вопросы от зрителей. И автору самого интересного вопроса я каждую неделю отправляю одну из моих книг, вышедших в серии «Еда живая и мёртвая». Вот кто стал победителем на этой неделе. Галина Слепцова из Петербурга спрашивает, правда ли, что орехи перед употреблением нужно вымачивать? Отвечаем. Так же, как зёрна и бобы, орехи, кроме многочисленных полезных веществ, содержат также нечто не совсем однозначное – фитиновую кислоту. Попадая в человеческий организм, она мешает усвоению железа, цинка и кальция. Потенциально при очень однообразном питании это даже способно привести к дефициту у нас минералов. Чтобы уменьшить количество фитиновой кислоты и её солей, фитатов, многие продукты советуют вымачивать и подвергать термообработке. Хотя частично с этой задачей справляется наша пищеварительная система. То есть фактически мы в желудочно-кишечном тракте вымачиваем растительные продукты, уменьшая содержание фитатов. Температура в процессе пищеварения в организме человека 36,6, то есть температура, фактор тоже здесь играет роль в уничтожении лишних фитатов. В целом, если нет тяжёлых хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, бояться нам нечего. Ну и, конечно, питание не должно состоять из одной овсянки или тех же орехов. Если с разнообразием всё в порядке, то можно и не вымачивать. А немного фитиновой кислоты, согласно современным научным данным, это даже хорошо. Вещество способно защищать, например, от образования почечных камней и некоторых видов рака. Но если злаки, орехи и бобовые – основа вашего рациона, как в случае с вегетарианцами, то лучше действительно предварительно подготавливать эти продукты, замачивать на ночь, проращивать или термически обрабатывать, чтобы выгнать лишнюю фитиновую кислоту.